Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я решил зайти в другой магазинчик. Off-Road Bike он называется. То есть Off-Road World Bike. Тоже по продаже мотоциклов. И исключительно специализируется на продаже кроссовой техники и... Ну вот скутеров немного есть еще. В основном кроссовая эндуро. То есть, как видно, здесь очень много всяких моделей. Там внутри стоят новые модели. Здесь снаружи стоят БУ модели. В принципе, их достаточно много. Я как бы здесь зашел, поспрашивал немного. Цены очень даже, ну как сказать, приемлемые. Недорого, в принципе. Это также находится группа компаний U-Media, в которой я был до этого магазин. Значит, они здесь торгуют только Off-Road мотоциклами. То есть, как в принципе, вот... Начиная вот от таких небольших, вот 125-ток там, типа, пидбайков, так скажем, да. Вот. И, то есть, вот 250-тки вот такие вот. То есть, Yamaha и DWR, там, 250R. Также вот BAE, это старые модели. Это вот XLR, 250R. То есть, как бы, джебели и тому подобное. То есть... Цены, как вы видите, да, они недорогие. При этом, что пробег всего 4000 километров. То есть, это очень маленький пробег. Практически новый. Можно сказать. Ну, видите, да. Новый почти байк. Вот даже есть такой вот. Харли. Харли стоит. Такие скутеры маленькие, такие вот. Триал. Это вот для Триала. Байки. На них в основном сидеть вообще практически не сидят. Чисто прыгают. Вот такой вот двигатель небольшой. Сейп там... То есть, как бы, вот, две Триала есть, байки. Кстати, стоит 300-200. Вот это 200 тысяч стоит йен. В принципе, недорого. Ну, вот. Тут чуть по мощнее, наверное, одинаково, 125 кубов. Далее. Вот разные. Suzuki. Suzuki разные. 400-ки. Вот это уже, по-моему, да, 400-ка. Потом вот разные идут. Daytona. Вот там что-то Suzuki. Что-то тоже, да. 250-ка. Серу вот. С этих серу просто вообще дофига. Вот я не знаю. Ну, там популярная, наверное, модель в Японии, в принципе. Yamaha серу. Это для таких загородных поездок там куда-нибудь. Тоже вот. Как новый. Вот он. Практически вот. И колеса, все. Ну, ты единственное, чуть-чуть покоцаны снизу. Но это не проблема. Вот. 2600 проехал, все. Это 2500 проехал. Ну, я вам так скажу, что... Вообще вот в Японии, в этом самом... Эти, как его, мотоциклы оффроуд, что БУ, что новый стоит практически одинаково. То есть, ну, разница минимальна. Ну, вот километраж, где там до 10000, там разница минимальная. А если свыше 10000, то, конечно, лучше взять уже новый. Ну, вот. В цене, в принципе, вот Хонды. Вот здесь тут Хонды, CRF. Тут вот черно-красный, в принципе, тоже неплохо так выглядит. Нету Матард. Вот Матард. Вот тоже Матард. Вот Х, тоже Матард. Это WR. Матард. Вот тоже этот сам Матард белый. Тоже почти новый все. Пробег всего 2000, там где-то вот этот 1000 вообще пробег, вообще новый. То есть, ну, только обкатку прошел. А цена... Ну, цена на 20000 йен дешевле, чем в новом. Кстати, вот здесь что-то, блин, изолентой что-то перемотано. Что-то как-то нехорошо. Не ездить будет, скажем так. И вот, как видно, вот он стоял под открытым небом. Немного уже коррозия пошла. То есть, здесь вот тоже такая вот. Видно, да? Это нехорошо. А вот тоже. 250. А, это XT уже. Вот такой вот. А также КТМ. Здесь фирменный тоже магазин КТМов. Здесь продаются разные модели КТМ. Вот 690 сам популярный. 800 тысяч йен стоит. Ну, это тоже бывший на 5000... Сколько? Не, не 5. 500 километров всего пробег. Гарантия до 17-го года, до 3-го месяца. У него еще заводская идет. Вот КТМ 690 этот... СМС. СМС. Вот. Стоит 698 тысяч. Дюк. Тоже. Ну, и так далее. Там разные идут уже более скутеры, такие легкие мотоциклы. Вот такие 125-ки. И далее вот Хонды разные. Вот рода вот такие вот. В таком плане, что... Типа Бобберов там, скажем. Вот ТТР, это тоже один из самых таких культовых мотоциклов. Также и в Японии. Вот это... Многие на нем ездят. В Японии я многих вижу. Это что-то 7 тысяч пробегов всего. 7 тысяч пробегов на таком мотоцикле. Это вообще, конечно, блин. Это модель, я не знаю, с какого года она, кстати. С 94-го года модель. С 1994-го года. Ей уже... Блин. 22 года, что ли, да? Получается так. 22 года мотоцикл и пробег всего 7 тысяч. То есть, ну, представьте, да? Люди практически на нем, ну, так, в магазин только за хлебушком ездили. Вот так вот. Ну, всякие джебели, там, Хонда и так далее. Вот там еще какие-то привезли, там. Вот мотоциклы. Кавасаки, Шепро тот, джебель. То есть, ну, так скажем, вот, если вы хотите купить в Японии БУ, этот самый, БУ, либо новый Уфроуд мотоцикл, кроссовый какой-нибудь, да, то вот вам нужно вот в этот магазин. Уфроуд Ворлд называется. Вот Хонда XR 250 тоже достаточно популярный мотоцикл. Пробег всего 730 километров. Тоже почти новый. Почти новый мотоцикл. Тоже вот ручки тут защитные идут, там, где-то накладки на руль. Вот, 730 километров стоит 439 тысяч йен. А вот пробег здесь уже 20 тысяч километров. Уже этот тоже XR 250. Стоит уже 670 тысяч йен. Вот так вот, а. Скутеры, ну, это так. Фисицы всякие там. Это так побочные, скажем так. Для бабушек, для дедушек, для таких вот домохозяек. Там за хлебом есть, вот даже с корзинками есть. То есть, допустим, это вот такие вот. Вот такой вот магазин. Там внутри стоят новые. Просто я как бы не хочу это самое. Перед народом, перед работниками, там, светиться с камерой. Чтобы меня потом отсюда не турнули, скажем так. Магазин, в принципе, интересный. Так что я вам рекомендую. Вот, можно купить как стоковый мотоцикл, так и кастомный уже какой-то. С какими-то, так скажем, уже запчастями, с глушителем с новым, или там с фарой, там с какой-нибудь, например, с ксеноном. Также я видел здесь некоторые стоят. Цены, в принципе, ну, по Японии одни из самых дешевых. То есть, одни из самых дешевых. И выбор есть. То есть, я в России, вот, если честно, оффроуд тематики магазины, вот такого вот масштаба я не встречал. То есть, чтобы прям вот в таком количестве был выбор. При этом у них еще это не все. Это только здесь. А есть еще другие магазины, ихни же конторы, в которых другие модели стоят. И у них база данных, они могут вам подобрать любой мотоцикл. Пригнали мотоцикл. Сразу тестируют, как он ездит, не ездит. Все. Ну, а если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. А я вам постараюсь снять еще много интересных видео. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok